Более часа Анатолий Бибилов в прямом эфире на своей официальной странице в Инстаграм отвечал на наиболее актуальные вопросы. Проблемы касательно таможни и российского гражданства распределения жилья, повышения заработной платы силовикам. В прямом эфире Анатолий Бибилов рассказал, что проблемы, связанные с ввозом автотранспортных средств на таможенном посту Нижний Заромак, будут решены в течение месяца. Я хочу им огромное спасибо сказать таможенной службе, федеральной таможенной службе Российской Федерации в рамках тех договоров, которые у нас есть о союзничестве и интеграции. Значит, здесь в городе Цхимвал будет, я думаю, что это будет в течение месяца, в течение месяца будет таможенный пост или таможенный пункт в городе Цхимвал, где жители Южной Осетии для того, чтобы не стоять в очереди, будут брать вот эти ввозы транспортных средств непосредственно в городе Цхимвал. Причем они это смогут делать за несколько дней до выезда. Еще одной сложностью для автовладельцев было то, что ввоз выдавали на месяц, два или три. Теперь его можно будет оформить уже на год, подчеркнул президент. Принято решение, что таможенные органы Российской Федерации, которые несут службу на пункте пересечения Нижний Заромак, они начали уже и оформляют эти ввозы на год. Но это уже по желанию, без сомнения, автовладельцев. Но на год. А там, если автовладелец хочет на месяц, то на месяц. Если на полгода, то на полгода. Там в течение года он выбирает, на какой промежуток времени ему необходимо оформить вот этот ввоз. В прямом эфире Анатолий Бибилов также прокомментировал ситуацию, связанную со специальной операцией, которую проводит Россия по освобождению Донбасса. Хочу сказать, что без сомнения это очень правильно. Без сомнения это необходимо сделать для того, чтобы спасти народ. И самое главное, спасти саму нашу Россию. Саму нашу Россию. Потому что и Владимир Владимирович об этом сказал. Что если руководство не будет принимать тех решений, которые обеспечат безопасность государства и безопасность народа, то, конечно, можно повторить историю Советского Союза и кануть в лето. А мы, русские, осетины, татары, башкиры, чеченцы, все, которые живут в этой России, мы хотим, чтобы Россия была сильной. Сильной, мощной державой. Глава государства не исключил, что Грузия в свете последних событий на Украине может устроить провокации против Южной Осетии. Завершая прямой эфир, Анатолий Бибилов сказал, что общение в таком формате продолжится. Стелла Бязарова, Вера Цхавребова, информационный выпуск сегодня.